МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До беременности я работала бортпроводником. Всегда меня манило небо, красивая форма, романтика, путешествий. В общем, за беременность я набрала 18 килограмм. Мама, конечно, вносит свою лепту в Викину фигуру. Очень вкусно. Давай еще вторую сосисочку. Да нет, что-то не хочется. Это салатико. Сейчас очень сильно переживаю по поводу своего веса. Мне очень некомфортно. Чувствую себя гусницей. В таком виде, конечно, перед пассажирами появляться нельзя. Я себя помню совсем другой, стройной, красивой, изящной, легкой. Пришла к вам, чтобы вы меня спасли. Вот тебе домашнее задание. Проанализировать все удовольствия в своей жизни. Второе правило. Это каждый выходной ты первую половину дня не сидишь дома. Доктор сказал, что в течение дня нужно многое двигаться, совершать не менее 10 тысяч шагов. Это около полутора часов активной ходьбы. Привет! Привет! И что, как успешиваете? За сегодня я прошла уже 2904 шага. Ну, надо больше. Итак, у тебя 72 килограмма, 150 граммов. И сколько же ты потеряла? Это минус 6,5 килограммов. Тебя это расстраивает? Хотелось бы больше. Вот и много сошло. 27 потов. Вот этот вот хороший пинок адреналиновый, который ты сегодня дала сама себе, он так сильно простимулирует твои действия. Я уверен, ты завтра утром проснешься, встанешь на весы. Минус 2. Минус 10, минус 15. Мы ее теряем. Бодда называется Человек-паук. Человек-паук? Да. И потихонечку поднимаем голову наверх. Как ощущения? Очень хорошо. Очень хорошо. Замечательный. Антиграти – это новое фитнес-направление. Оно не похоже ни на что. Конечно, антиграти способствует похудению. Положение – летучая мышь. Еще бы карточки расправить. Можно открыть глаза, посмотреть на мир. Похожие ощущения, наверное, можно испытать при взлете с самолета. Боже мой. Теперь под тяжестью веса медленно ставим ноги на пол и раскрываем руки вместе с гамаком в сторону. Я герой. Торе очень хорошо ушла жировая масса. То есть 9,2 килограмма из этих 10,3 ушел жир. А мышцы? Практически. Нам нельзя потерять ее красивые ноги. А мышцы не убавились. Убавились? Нет. Мышечная масса немножко увеличилась. Увеличилась? Я помню, как мы с тобой на религии. Да, вот я продолжаю заниматься. Будешь? Да. Очень нравится. Вот поэтому у тебя мышечная масса растет. Вот самолеты-то по ночам снятся. Конечно снятся. Так они у меня еще на дом летают. Каждое утро я их слышу, просыпаясь под их голову. Ну, чтобы ты немножко вспомнила, как это здорово летать, к цели, к которой ты стремишься. Я решил тебя порадовать и сделать тебе маленький подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, реально так в жизни не волновался. Ну что, покрутимся? Давай правую до пояса втягиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимайте, ребята, как он ее крутит. Я представляю, какую болтанку. Как ты? Все. Я герой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Да, спасибо. Молодая, красивая и уже готовится к полету. Готовлюсь уже. Я помню последний полет. Когда я чуть-чуть, вообще, я ночь не спал. Я вообще переживала. Мы там прыгали все и ждали, когда оно упадет. Оно не упало, оно красиво, грациозно приземлилось. Может, ее из самолета не вытянули? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, она вцепилась, давай-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас самолет сядет, ее вынесут. И поросенка помню, все хорошо помню. И после этого вес сразу на следующий день слетел. Нет. Почему нет? У меня через два только. Я ожидала, что проснусь. Я уже прям бежала к весам. То есть утром ты летела, да? Сразу, не выпивая стакан воды, ничего, сразу достала весы. Будь проклят тот день, когда я вошла на борт этого самолета. Еще пару слов без падежей. Я встала на весы, а там тот же вес был вообще сначала. Я-то ожидала, что там сразу, ну, хотя бы минус килограмм. Может, ты поросенка забыла? Нет, не забыла. Но дня через два сразу почти килограмм шел. То есть сработало все это дело? Сработало, но с задержкой, скажем. Первый прыжок иногда вызывает не драйв, не ощущение драйва, а ощущение, наоборот, страха. И вот это работа другого гормона, кортизола. Это гормон, который работает на испуг. Организм чувствует, что что-то происходит страшное, и он начинает накапливать жиры. Поэтому, слава богу, она еще и не набрала вес. Но потом у нее остается ощущение, воспоминание о драйве, который будет работать неделю, две, три. На втором, на третьем, на четвертом прыжке будет выделяться именно адреналин. То есть бояться она уже не будет, и для нее это будет только на пользу. Давай померяем, сколько у тебя сработало. Давайте. Иди сюда, вставай. Халат туда. Ну, смотрите на эту девушку. И вот такие девчонки еще хотят худеть. Господи. Еще чуть-чуть. Знаешь, мне кажется, люди будут покупать билеты, чтобы только на тебя посмотреть. Так, сколько у нас было по талии? Объем талии 81. 68 сантиметров. Сколько ты потеряла в объеме? Получается, было 81 минус 13 сантиметров. Минус 13 сантиметров. 13 сантиметров, показываю. Это примерно 4 размера одежды. Да? По 2 сантиметра идет. Так, бедра. И объем бедер. 106. Ой, ты не представляешь. У тебя 91. Меня муж твой убьет. 91 сантиметр. Это почти как у модели. Один сантиметр остался. В авиацию не берут, если вес человека превышает вес самолета. А объемы не помещаются между рядами кресел. Ну, объемы тебе помещаются теперь. А вес? Вес нужно теперь измерить, чтобы достовериться. Итак, внимание. Очень не хочется знать, но надо. 78 и 7. 63 и 8. Ну, немножко можно округлить. До 63. Не, 63, 5. Ну, да, наверное. С учетом того, что на тебе микрофон, стрессовая ситуация. Да, очень стрессовая. Так, сколько ты потерял за это время? Ой, надо напрячь свою математическую часть мозга. 8 и 7 минус 63 и 8. Ну, в общем, 15. 15 килограмм. Это тебе можно лишние 15 килограмм багажа, значит, с собой прихватить. Я на самом деле не ожидала, что будет такой результат. В плане веса, да, наверное, не буду дальше худеть. Теперь главная задача – держать этот вес. Я понимаю, что для меня ты красавица, для мужа ты вообще очарование. Но чтобы поставить свою квалификацию, тебе наверняка надо пройти медицинскую комиссию, там все, к тебе там не будут придираться? Ну, я думаю, что буду только рада, что я так хорошо выгляжу, что нормальный, хороший вес – это же здоровье. Я уже приходила в офис. Начальник моего отделения сообщила мне, что я очень хорошо выгляжу, очень свежо, очень прекрасно, и она меня уже ждет побыстрее на работу, чтобы я приступила к работе. До первого полета мне еще нужно будет пройти обучение, заново пройти все, и только потом я отправлюсь в полет. Я обязательно приеду и посмотрю. Хорошо, я вас позвала обязательно. Я хочу увидеть этот финал, к чему мы пришли. Это очень важно для меня. И для меня тоже. Как для художника, вот последний мазок на картине. Договорились? Мне тоже очень важно, да, договорились. Ну, хорошо, все. Жду тогда приглашения. Обучение будет короткое, именно для того, чтобы все освежить в памяти, а потом экзамены. Экзамены будут серьезные, экзамены сложные, и очень страшно не справиться. Главная задача бортпроводника, что бы с вами ни случилось, спасти вас. Этому мы учим, этому мы учим всегда. Эвакуация, 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 эвакуация. Быстрее, быстрее, отплываем, эвакуация идет. Быстрее, быстрее, самолет стонет. Ребятки, вы руками работаете, жилет уже держать на себе не нужно. Так называемая аварийно-спасательная подготовка вода, ну, мы так называем, АСП-вода. Все летные экипажи, включая бортпроводников и пилотов, обязаны раз в два года пройти такую тренировку. Спасение обездвиженных, да, или пострадавших. Моя задача подплыть к нему, да, ухватить его в замок. И плыть на боку при этом. Вика, молодец, все правильно, все правильно. Единственное, что не поднимай, так голову высоко. Чем ближе голова будет к воде, тем выше будет ваша скорость. Пострадавший не гребет. Пострадавший закрывает глаза, отбрасывает голову назад. Не мешает его спасать. В жилете вообще в принципе не очень легко плыть, а еще кого-то спасать. Тело в воде не тяжелое, тем более с жилетом. Ну, единственное, что плывешь, получается, гребешь только одной рукой. И надо его как-то еще контролировать, чтобы там куда-то в бок не уплыть. Будет меня кто-нибудь спасать или нет? Кто этот бессознание плывет? На помощь! Помогите! Американские наши коллеги очень давно посчитали, что на одного мертвого бортпроводника в случае, допустим, эвакуации приходится 50 мертвых пассажиров. Но если погиб бортпроводник, это катастрофа. Это очень много, очень много людей погибло. Ой, спасибо моему спасителям. Теперь может настать такой момент, когда вы должны сохранять тепло коллективно. Ослабленные, раненые дети все должны находиться в середине круга. Самые сильные, дееспособные должны находиться по периметру. Навыки, которые бортпроводники используют каждый день в своей работе, конечно же, наоборот, подтверждаются, не теряются. Но навыки аварийно-спасательной подготовки каждый день им не требуются. Естественно, они забывают. Они не помнят, как что-то делать уже руками, ногами. Просто иногда забывают, как плавать. Поэтому такая тренировка, она поддерживает их постоянную квалификацию, как бортпроводников. Они же должны быть готовы действовать в любой ситуации, даже внезапной. Наша задача сейчас с вами – защита от морских хищников. Да, ну понятно, что имеется в виду прежде всего акулы. Защиты от акул практически не существует. Акулу можно обмануть, введя ее в заблуждение объемом. Ложимся на воде, вытягиваем ноги вперед и создаем много-много мелких пузырьков. И для акулы это будет большое пятно, которое в рот не влезет. По команде. Акулы! Появляется страх, тогда просто так не вспомнишь стихотворение Пушкина какое-нибудь. Тогда как раз всплывает то, что на автомате всплывает. Для этого и нужно все зубрить. Вика будет у нас командир воздушного судна, который попал в этот плот. Видели древние римские корабли, да? У них дева впереди была. Вот будешь такой девой. У нас задача сейчас простая. То есть оба борта гребут, и мы сплываемся вот с тем плотом, который вот у нас вроде как бортик. Да. Итак, командир воздушного судна приступает к руководству. Важно уметь брать все в свои руки, всю ситуацию. Если надо где-то там строго прикрикнуть, это и в разных, может быть, ситуациях. И там с пьяным человеком на борту, и в случае паники какой-то, и в случае там эвакуации. Батрин! 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 Меня не очень слушали. Там какой-то парень меня перекрикивал, и все слушали его. В итоге мы начали вбок плыть. Вика! Командир не гребет. Он как маяк. Он только командует. Но когда я все-таки напряглась и крикнула что-то командным голосом, все меня послушали, и мы приплыли, пришвартовались к правильному бортику. Останавливайтесь, учитывайте инерцию. Да. Молодцы, приплыли. Мы с вами находимся на сервисном тренажере. Будем отрабатывать организацию питания и обслуживания пассажиров в бизнес-классе. Здесь сидят очень богатые пассажиры, которых нужно вкусно и приятно накормить едой. В бизнес-классе я очень люблю работать, потому что там индивидуально общаешься с каждым человеком. Любовь и Константин... Тим, спасибо. Любовь и Константин, я хочу вам предложить завтрак. У нас сегодня на выбор есть блинчики с творогом и картофельное оладье. Что вы хотите? Блинчики. В экономическом классе очень много людей. Просто нет возможности каждому удивить внимание. Иногда даже просто лица не запоминаешь. А в бизнес-классе людей меньше, и обслуживание все-таки отличается. Так, блинчики. А вам будут оладушки. Виктория, вот пальчик, пальчик. Да, вот здесь вот нет, вот пальчик. Вот, да, вот где должен быть. Да, это личное пространство пассажиров. Ресторанное обслуживание, очень много разговоров идет. Мы разговариваем о выборе блюд, мы там познакомимся, называем по имени отчеству людей. И какие-то человеческие отношения устанавливаются. Пожалуйста. Спасибо. Не забываем говорить «приятного аппетита». Приятного аппетита. Салфеточки, чашечки, стаканчики, все это красиво, без вона, без кремения. И в то же время не нарушая личное пространство человека. Спасибо. Пожалуйста. Приятного аппетита. Портпроводник, работающий в бизнес-классе, прежде всего, это девочки, как правило. Потому что в бизнес-классе, как ни странно, летают большинство мужчин. Во-вторых, эти девочки обычно проходят какой-то отбор. То есть это, как правило, в авиакомпании специальные подразделения, у которых свои технологии работы. Очень часто у них другая форма, нежели в экономическом классе. Сейчас мы с вами будем тушить багажную полочку, как положено. Ваша задача будет не просто потушить багажную полочку, но и защитить пассажиров от продуктов горения. Гореть будет хорошо, полка будет горячая. Ну, давайте начнем тогда. Присаживайтесь на свое рабочее место. О наличии огня, я думаю, что нам пассажиры сообщат. Пожар на самолете – это очень страшная штука. Мы горим! Ты пожар, мы все убрешь! Что делать? Поэтому с пожарами мы боремся очень жестко. И нельзя допустить, чтобы бортпроводник в процессе тушения пожара пропустил какой-то момент. Все пригнитесь пониже. Девушка, спасите! Молодец, молодец. Хвост, хвост, не забывай про хвост. Этот момент может быть очень важный, поэтому, соответственно, это отрабатывается совсем на подкорку. Если бортпроводники не потушат пожар, будет плохо. Спокойной, надо спать. Надо знать, откуда идет огонь. Откуда дым, огонь. Именно с тем местом работать. То есть нужно обязательно выяснить, где огонь, чтобы его тушить. Мы все умрем! Если Виктория будет медленно работать, мы действительно все умрем. По пожарам не так сложно все. Как-то уже действительно доведено до автоматизма. Закрывай. Ой, как-как-как. Молодец, молодец. Закрывай полку. Закрываем полку. Давай огнетушитель. Да, конечно. Самолет горит, я потушу и нормально долетим. Здесь мы посмотрели самый простой вариант, который может быть. Самый сложный вариант, когда горит где-то под потолком проводка. Какие-то знания в голове у меня еще, конечно же, есть. Еще нужно немножечко повторить. Но, в принципе, я поняла, что я готова к работе. Стюардесса, стюардесса, стюардесса. Девушка, девушка, девушка. Что случилось? У меня другу плохо. По-моему, он посинел. Так. Мужчина, пожалуйста, помогите мне. Нужно приступать к реанимации. По Гоше я соскучилась. Гоша хороший. Гошу всегда нужно спасать. Он весь такой несчастный. Проходит? Проходит вдох. Нормально. Нажимай. Поехали. Давай, качай. Раз. О, да. Тринадцать. Тринадцать. Не проходит у тебя. Ну, потому что голова неправильно лежит, нет? У него всегда пропадает пульс. И ломается ребра. А того, как все его спасают. Он очень нежный. Умер? Да. Мой путь она даст. Сормально. Сегодня мне его не удалось спасти. А так, да, конечно, не спасало. Очень приятно. Очень приятно, когда там загораются глазки. Когда пульс начинает стучать. Сразу чувствуешь свою важность и профессионализм. Обычно перед работой частенько мне снятся катастрофы. Но катастрофы у меня снятся не страшные. Мне снится, что я всегда все знаю, что мне делать. И я всех спасаю. И всех спасаю. И все удачно заканчивается. И все счастливы. Аплодисменты. Я все команды вспоминаю. Помню все действия. Как там спасать кого во время пожара. Как там, не знаю, спасать утопающих. Плыть с плотом. В общем, я все это действительно прям, наверное, мозг это специально прорабатывает перед полетом. Как дела? Будешь маму на работе провожать? Очень непривычно просыпаться вообще, вставать на работу. А работа ответственная. Опаздывать нельзя. На, забирай. Корми ребенка. Мне нужно седать. Я проспала. И суматоха началась еще с Никиты. И непривычно все это было. Держи, пожалуйста. Мне почистить нужно. Почистить. У меня изначально была цель, чтобы влезть в форму. И даже в форму на размер меньше. Ну, это сбылось. Ты мерила ее? Да, мерила. Мне очень нравится, как сидит. Лучше, чем в предыдущей форме. Все, когда красиво сидит по фигуре, все только подчеркивает достоинство. Потому что недостатков-то теперь уже нет. Да хватит тебе. Прости, не хочу. Она торопится, ей надо быстрее. Пару во все стороны летит, попадает на меня, на руки. Горячо. С появлением ребенка, семьи, о спокойных сборах можно забыть. Потому что, действительно, надо не только себе творожок достать или там йогурт какой-нибудь из холодильника. Нужно на всех приготовить нормальный завтрак человеческий. Что, завтрак готов? Мама пришла, смотри. Обслужу вас, как в самолете. Аккуратно, только. Забирай чашки. Только давай, ты мне мою, а тебе твое. За мой первый рейс. Давай. После декрета. Постдекретный рейс. Она волнуется очень по поводу работы. Во-вторых, она волнуется то, что мы с Никитой останемся вдвоем. Что вы сегодня будете делать?